Карабахский сценарий для Молдовы и повторит ли Приднестровье судьбу Карабаха? Такие вопросы стали все чаще звучать в молдавском обществе после проведения Азербайджаном операции в Карабахе. Схожесть Приднестровской и Карабахской проблематики заключается в отсутствии какого-либо международного статуса у сепаратистских образований, а значит, в обоих случаях международное право на стороне конституционных властей. Кроме того, и в Молдове, и в Азербайджане самопровозглашенные регионы не располагают сухопутной границей с Россией. Мы спросили у бывшего вице-премьера при интеграции Молдовы Александра Фленке, может ли Кишинев применить карабахские лекалы в отношении Приднестровья. Неуместно говорить о полном идентичном повторении карабахского сценария в Молдове. У Молдовы нет ни военного потенциала для реализации такого сценария, нет ни газа и нефти для того, чтобы финансировать должные вооруженные силы для реализации такого сценария. И самое главное, нет желания. Основное отличие Приднестровского конфликта от карабахского – отсутствие этнического или религиозного мотивов. Поэтому в Молдове урегулирование ситуации мирным путем видится эксперту вполне реалистичным. Необходимо понимать, что Приднестровье – это не карабах, это не Абхазия, и тем более не сектор газа, не Палестина. Для тех людей, мы говорим о буквально двух человеках, которые принимают ежедневные решения в Приднестровье, относительно Приднестровья, для них Приднестровье в нынешней форме – это всего лишь бизнес-модель. Эти люди – бизнесмены, они зарабатывают деньги, зарабатывают на том, что существует вот такое образование, никем не признанное, как Приднестровье, которое живет на бесплатном российском газе, который они по факту крадут от молдавского оператора компании «Молдова газ». Однако Молдове следует извлечь уроки из недавней ситуации на Кавказе, быть готовой к стремительному развитию событий и подготовить план интеграции жителей региона. Это порядка 450 тысяч человек, большая часть из которых обладают молдавским гражданством, добавил Фленке. По факту там 70 человек командного состава, офицеров, которые россияне. Все остальное – это местные жители, которые просто одели российскую униформу, которую, к слову, шьют там же, в Приднестровье. Препятствий я не вижу в том, что касается российского военного присутствия. Просто из Восточной Германии гораздо более значительный военный контингент советских войск достаточно быстро был выведен. Кишинев никогда не пойдет на применение карабахского сценария, потому что всегда выступал против урегулирования Приднестровского конфликта военным путем, объясняет бывший министр юстиции Молдовы Александр Танаси. На его взгляд, развитие ситуации напрямую зависит от влияния Москвы на политические элиты сепаратистского региона. Мы исходим из того, что принципиальных разногласий между людьми, которые живут на обоих берегах Днестров, нет. Так же, как нет существенной разницы в этнической структуре населения. Люди те же. Это чисто политический конфликт, который был спровоцирован. Поэтому его решение будет зависеть больше всего от приднестровских элит и российской власти, насколько она сильно будет контролировать эти элиты. Как бывший председатель Конституционного суда Молдовы, Танаси считает, что наиболее приемлемым вариантом для обеих сторон станет предоставление Приднестровскому региону особого статуса в составе Молдовы. Скорее всего, Кишнев был бы готов пойти на такой же вариант специального статуса, которым сейчас обладает ГАГУЗ и РИ, наша ГАГУЗская автономия. Я думаю, здесь не было бы никаких проблем. И так же, я думаю, что Кишнев согласится признать полностью право на собственность, на те процессы приватизационные, гражданские, которые происходили на левом берегу, и никто не будет эти вещи оспаривать. Отмечу, что недавно в интервью «Франс-24» президент Молдовы Майя Санду заявила, что Приднестровский конфликт можно будет решить мирным путем после победы Украины в войне с Россией. И Молдова готовится к такой геополитической возможности, добавила политик.